Доброе время суток, товарищи! В этом видео речь пойдет о работе с готовым контентом для Unreal Engine. Поехали! Давайте условимся на том, что данный ролик создан для новичков далеких от этого движка, и объяснять материал я буду как чайник для остальных чайников. Итак, как устроен любой проект в Unreal Engine 4? В папке с XF файлом всегда находится папка проекта. Чаще всего она носит рабочее название игры, а не финальное. Внутри этой папки будут находиться подпапки Contents и Packs. В ней же и хранятся игровые архивы, которые бывают нескольких типов. Просто Пак со значительным размером файла, и когда помимо Пак бывают еще Юкас и Юток. В обоих случаях использоваться для распаковки и переупаковки контента будут разные программы. Однако, для чтения архивов подойдут одни и те же инструменты. Это Юмодел и его более современный коллега Фимодел. Обычно нужно лишь открыть архив в программе, и перед вами раскроется содержимое проекта. В случае с Фимодел вам нужно будет просто указать путь к игре и версию движка. Если вы ее не знаете, просто посмотрите свойства XF файла игры. Нужно отметить, что порой случается и неприятное, когда архив поставлен на пароль. Что делать с этой проблемой? Варианта два. Искать в интернете уже взломанный ключ, либо попытаться использовать утилиту AS Finder, которую нужно разместить в папке с бинаркой, где лежит второй XF файл игры. Все, что остается, это просто запустить AS Finder и проверить содержимое вновь созданного текстового файла, внутри которого может появиться ключ-пароль. Если все прошло удачно, после ввода ключа проект должен стать доступен. Но радоваться пока еще рано. Как и в Source Engine, контент Unreal тоже имеет свои форматы, которые просто так нельзя взять и открыть в фото- или аудиоредакторе. Если бы все было так просто, то я бы изначально предложил вам воспользоваться программой Unreal Pack, использовать которую сможет даже ребенок. Взяли файл, навели на батник, архив распакован, навели папку на другой батник и получили новый пак-архив. Только, увы, без конвертации файлов вы ничего не сможете изменить. Именно для нее и нужны Umodel и Fimodel. На самом деле, программ для работы с контентом движка множество, но не все они понятны для новичков. Под этим видео я оставлю ссылку на гитхаб-страницу с наименованием таковых тулов. Давайте продолжим. Теперь вам предстоит выбрать, либо экспортировать весь проект целиком, а бы как, теряя десятки гигабайт пространства на жестком диске, либо разбираться в файловой структуре и буквально каждый файл изымать отдельно. При экспорте файлы обычно сохраняются в следующих форматах. Модели PSK, текстуры PNG или TGA, скрипты или локализация в JSON-ах. Представим, что вы отредактировали, как хотели, текстуру. Стоит вопрос, как ее загрузить в архив? Да никак. Точно так же, как и в Source Engine, нельзя в уже готовый WPK добавлять новые файлы. И что же остается? Ничего другого, как сотворить новый пак-архив, предварительно подготовив файлы. И вот здесь уже начинается шаг, на который многие зрители не захотят пойти. Необходимо скачать лаучер Epic Store, а в нем уже подходящую для вашей игры версию Unreal Engine. Да, это неприятная необходимость. После установки движка создайте новый проект без стартового контента. И добавляйте свои файлы в браузер, но очень важно сохранить правильную последовательность путей. То есть, один в один повторите имена папок и подпапок. Иначе ваша игра не поймет, где искать новые файлы. И когда все будет сделано правильно, вам останется два действия. Сохранить проект и подготовить его. Когда контент будет приготовлен, открыть папку проекта, найти нужную папку Saved, Cooked. И вот ее содержимое теперь можно будет превращать с помощью Unreal Pack в игровой архив. Но-но-но-но-но, очень важно сначала удалить лишнюю папку Engine и мусорные файлы внутри вашего проекта. Иначе игра будет выдавать краши при запуске. Когда все проделано как нужно, смело берете и создаете новый архив. Его можно назвать как угодно. Важно, чтобы после имени шел нижний дефис и буква П, которая подскажет игре, что ваш архив это патч. Дальше сам архив можно будет размещать как в папке с основным контентом, так и в папке mods. Logic mods. Да, не все так однозначно. Вы можете либо сформировать свои правки как патч, как это я показал, либо изначально подготовить проект как мод. Но тут уж как повезет. В какой-то игре моды подхватываются сами, для другой игры нужен загрузчик модов, которых тоже бывает несколько вариантов. Так что патч будет по крайней мере стопроцентным костылем. Для начала. Ах да, я забыл про UTOK и UCAS архивы. Если вам они потребуются, то их придется сбилдить уже в самом Unreal редакторе следующим образом. После чего распаковать с помощью утилиты Unreal Unzen. Чтобы она создала новую работающую копию архивов, в них не должно содержаться ничего лишнего, помимо нашего контента. Речь про папку engine и ежесней. Пару неверных попыток и у вас все получится. Возможно, я что-либо упустил в этом видео, или же неверно истолковал. Если вы понимаете больше моего, оставьте пару хороших советов под этим роликом, дабы помочь другим новичкам в Unreal. Я же прощаюсь до следующего раза. Удачи, тамодачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...